В очередной раз меня переворачивает, в очередной раз я ловлю весло и пытаюсь поймать лодку, которая уплывает. Вещает станция Ваши уши, подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Сегодня у нас в гостях Артур Федоров, директор компании Каюр Тревел. Привет! Здравствуй, Дима. В прошлый раз мы общались с Михаилом Тарковским, писателем, который приехал на Колыму, чтобы поговорить о литературе. Он спросил у следующего гостя, не зная, что это будешь ты, за что ты любишь Магадан. В моем случае, да, резоннее говорить про Магаданскую область, потому что я вырос не в Магадане, а я вырос в поселке Палатка. С детских лет, с трех лет я в этом поселке до окончания школы. И вот любовь к природе именно она оттуда. То есть все детство было у нас в лесу, на речке, на сопках, на лыжах, на рыбалках, на сплавах. Причем это все было именно в детских компаниях. И, конечно, любовь к этой природе, она в тебя впитывается. И все, ну, любой человек больше всего любит свое детство. То есть все эмоции, запахи, вкусы, все оно, вот то, что в детстве ты помнишь, оно для тебя самое близкое, самое ценное, самое желанное остается на всю жизнь. Также и у меня все, что связано с территорией, это вот запахи наших мхов, ягод, вода в реках, что ты можешь в любом месте пойти попить воды, утолить жажду, грибы, ягоды. Там какие-то походы, там буквально там со второго класса с пацанами сами ходили на сопки, родители про это ничего не знали. И там играли в казаков-разбойников, и какие-то в дальние походы ходили. И, в общем-то, все это вот оно родом из детства, и поэтому, конечно, оно и дальше меня всю жизнь сопровождает. Значит, до того, как ты стал директором компании Каюр Тревел, насколько я знаю, ты работал гидом. Путь к гидам, к гидовству, он длинный, у каждого свой, ты приходишь к этому. Ой, у меня, я, получается, когда учился в Москве, занимался в туристической секции, мы ходили в учебные походы, категорийные походы, на Байкал, в Крым. С инструкторами, с серьезными инструкторами, вот. И с этой секции, собственно, и началось такое серьезное погружение. А когда уже я после учебы приехал в Магадан, так сложилась жизнь, что только-только открылась туристическая компания, организовалась ДВС-тур по разным там путям, получилось, что меня взяли помощником гидов. Гидами в то время были сотрудники института биопроблем Севера, поскольку у них богатый полевой опыт, поскольку у них богатый опыт общения с приезжими там научными там всякими людьми и полевиками. И вот мне посчастливилось попасть в компанию на сплав с такими инструкторами. Один раз или два я сходил как помощник, а потом мне сказали, ну что, вот, иди сам, давай проводи. И, собственно, вот с 2002 года я сплавные туры провожу сам. Ты сказал, что вот первый раз взяли именно помощником, да? Ну, потому что опыта у меня не было, и сплавного не было опыта. То есть это был первый опыт сплава? Да. А помнишь, как это, ну, что ты, как он для тебя прошел? То есть это был удачный опыт, неудачный? Ну, если жив, значит, удачный, я так понимаю. Да, безусловно. Нет, самый запоминающийся первый опыт — это школьный опыт. Это когда мы, я могу рассказать в красках и в эмоциях, когда у нас поселок Палатка. Течет река Хасын, течет река Палатка. И, естественно, вся детвора, все школьники там и взрослые в том числе увлекаются вот или там болеют вот этим речным всеми идеями. Сплавятся от точки А до точки Б или там аж до самого Охотского моря. И у кого-то были лодки, у кого-то не было лодок. Очень была такая практика распространенная. Кто где мог доставал там вплоть до того, что мы на автобазе. Там же была огромная автобаза на Палатке. И мы детворой там таскали баллоны, камеры. Из них делали плавсредства. Причем выбирали именно мазовские баллоны. Они были больше, чем камазовские. И мы их... Кто-то собирал плоты по два баллона, делали лодку. Кто-то собирал именно такие типа катамаранов из четырех баллонов. А как вы, типа вместе связывали сверху какую-то доску или как вы делали? По-разному. Вот у меня первый опыт, мы с пацанами, с одноклассниками. Один баллон. Под обод колеса и между ободом колеса и камерой прокладывается резиновая лента. Ну, чтобы не протиралась. И вот берется эта лента, берется этот баллон, лента поперек баллона, накачивается. И она стягивает как поясом таким получается. Баллон у тебя получается такая по виду почти вот прям полноценная лодка. Ну, понятно, что размер этой лодки там полтора метра в длину и полметра в ширину или там 70 сантиметров в ширину. И все это вот как неваляшка. То есть, ну, такое все это вот верткое, шаткое, очень подвижное. И нужно достаточно ловкости, чтобы управлять этим. И безбашенность. Потом, что мы брали клюшки, брали фанеру, вырезали лопасти, делали себе весла как байдарочные. Вот и все это подготовили. Естественно, ни о каких жилетах, ни о каких касках вообще речи не было. Была вот у тебя лодка своя, было у тебя весло. С этим веслом там какой-то котелок или петерброды, я уже даже не помню. Ну и что, вот мы собрались втроем или вчетвером на таких плавсредствах. Был поводок 13 июня, как сейчас помню. Сколько? Какой ты класс был? Это был девятый класс, это мне было 15 лет. Мутная вода, высокая вода, кое-где еще ледяные забереги и остатки наледей. И вот ты, естественно, у тебя ни резиновых болотных сапог. Естественно, у тебя никакой специальной водонепроницаемой одежды. Ну то есть ты вот в чем-то там на физкультуру ходишь. Какие-то у тебя лесные там сапожки короткие, в которых там по грибы, по ягоды. Вот. Ноги в воде. Сидишь верхом на этом баллоне. Весла у тебя, ты смелый, ты вот такой весь заряженный. Сели, пошли. Ну встали на воду, пошли. Все это бурно, все это так вот страшно. Ну, кусты справа, кусты слева. Ты же не знаешь ни теории, ни практики. Ты не знаешь, что нельзя хвататься за висящие деревья. А тут как раз вот такой вот шлагбаум висит. Думаешь, так, я сейчас быстренько от него оттолкнусь, и меня как раз отнесет, куда мне надо. Ты за него хватит, тебя раз моментально переворачивает, и ты оказываешься в воде. Вот. Выплываешь, вода ледяная, где мое судно, где-то там. Хорошо, если у тебя весло, хорошо, если ты там успел догнать это плавучее свое средство, выбраться, или тебя вы на косу вынесло, или что-то. Ну, короче. У вас так и было, я так понимаю, да? Ну, так и было, конечно. Я хватаюсь, меня переворачивает. Снизу там видишь, там, сквозь эту мутную воду весло. Хватаешь, выныриваешь. Догоняешь эту лодку свою, условно. Но у него и неустойчивость, и неуправляемость, и схватить его просто так тоже поймать довольно сложно. Ну, поймал, вылез, все, отжался. Пошел дальше догонять остальных, и так до следующего. Потом был прижим к кустам и вника, тоже там заваленный эти молодняк ивовый. В очередной раз меня переворачивает. В очередной раз я ловлю весло и пытаюсь поймать лодку, которая уплывает. И, в общем, у меня первый сплав был вот, ну, если там ориентиром взять школу, Палаткинскую среднюю, до моста через речку Палатка. Вот этот вот отрезок, там буквально пару километров, и, собственно, и все. И лодка уплыла, и сплав закончился. Мокрый, холодный, довольный, счастливый. И другие пацаны более удачливые или опытные говорят тебе, пошли со мной и садись кверху на моего коня. Ну, какой уже дальше сплав? Уже все, сели, чаю попили, костер развели. Ну, и счастливые, довольные, пошли да по домам. Были счастливчики, которые умудрялись сплавиться аж до Армони. Ну, это прям было героизмом таким. То есть это прям легенды среди нас складывались, что, о, а то он аж до Армони ходил. Мы ни разу не были. И где такая Армони? Что это такое? И что значит пройти по Хасыну и потом войти там в Армони? Ну, вот на этих баллонах именно, да? На баллонах. Ну, кто-то на лодках сплавлялся. Ну, неважно. То есть у тебя в детской твоей голове это какой-то другой мир. И, собственно, у меня первый раз я вот так смог пройти буквально вот в начале, ну, то есть не в начале, а уже где-то 2000, когда у нас первый сплав с турклубом был, 2016 год, когда организовался Магаданский туристический клуб. И, собственно, первый раз мы у нас... То есть я совместно с Андреем Михайловичем Панфилом мы повели сплав. Набрали ребят, кто хотел. Были мои лодки. И мы пошли... Ну, в основном мои, были там у кого-то свои. И мы пошли вот как раз от палатки, выше палатки, где мост через Хасын, где новая палатка, пост таможенный. И мы оттуда начали сплав. До Армани мы не дошли, потому что было множество завалов. Мы много раз пилились, мы много раз переворачивались, мы много раз перетаскивались. И, собственно, тех праздничных дней, которые были впереди, нам не хватило до того, чтобы дойти до финиша. И мы сошли на стекольном. Но эмоции были те же, как и в первый раз? Однозначно, как в детстве. На воде всегда эмоции от новизны, от неожиданности, от непредсказуемости. Ты не можешь отвечать ни за себя, ни за того, кто рядом, потому что это стихия, это опасность. Это всегда нужно быть предельно собранным, предельно внимательным. Всегда нужно предугадывать течение, направление, предугадывать русло. Понимать и просчитывать, как себя поведет лодка. И, собственно, много нюансов, которые нужно все время держать в голове. Иногда, конечно, ты отдыхаешь на широком течении, ты расслаблен, ты можешь и даже заснуть от того, что тебе скучно. Но это же природа. Тебе за каждым поворотом может быть сюрприз. Пока звучит, конечно, очень опасно. Вот для тех, кто никогда не пробовал сплавляться, почему стоит рискнуть и все-таки решиться на это? Учишься понимать себя, ты учишься понимать свои эмоции, ты в первую очередь остаешься сам с собой наедине. У тебя вырабатывается реакция, у тебя жизнь заставляет принимать решения, брать ответственность на себя. и это вот та самая настоящая, концентрированная, та самая настоящая жизнь, которая в обычной жизни замыливается, и мы ее редко где можем испытать, особенно в городской жизни. Даже когда ты за рулем, ты, конечно же, всегда напряжен, ты, конечно же, собран, ты же, конечно же, следишь за дорогой, за рядом идущими машинами, и за пешеходами, и так далее, как машина себя ведет, но это все равно более цивилизованно. Когда ты на природе, там осадки, туманы, там холодно, тепло, ветер дунул, дождь, снег, люди, кто рядом с тобой, там нужно развести костер, нужно обустроить ночлег. Когда ты на воде, повторюсь, что каждый поворот, он непредсказуемый, и река каждый раз меняется, то есть ты можешь 15 раз, 20 по одной и той же реке идти, каждый год после каждого поводка у нее русло меняется, меняются косы, меняются прижимы, меняются перекаты, и новые завалы образовываются, либо старые увеличиваются, либо размываются. То есть все это настолько непредсказуемо, что ты, вот я говорю, я, например, испытываю удовольствие от того, что мне приходится каждый раз решать какие-то задачи внутри себя, то есть принимать решения. И от этих решений я понимаю, что зависит дальнейший мой путь. То есть если я неправильно или где-то ошибся, я собираюсь, у меня адреналин, я думаю, так, ага, я не в то русло пошел, я ошибся, значит, здесь будут приключения, нужно быть аккуратнее, внимательнее, заранее выскочить на берег, или там где-то придется пилиться, или там протаскиваться, или разгружать. Вот про туристов. Хотелось поговорить. Кто эти люди, кто сюда приезжает? Потому что сюда не заносят случайно. То есть, скорее всего, это люди, которые понимают, куда они едут и зачем они едут. Расскажи, пожалуйста, вот как выглядит средний турист и как он меняется на протяжении лет. То есть, ну, наверное, в 2000-х приезжали люди, ну, немного другие, нежели сейчас. Мы находимся на краю света, на краю автомобильных дорог. Добраться сюда долго, дорого, не всегда просто. И поэтому люди, конечно, сюда едут ориентированные и мотивированные. Люди едут интересные и интересующиеся. То есть, те, кто когда-то себе поставил целью побывать здесь, и, собственно, к этой цели шел и достиг, приехав сюда. И, конечно же, с такими людьми интересно общаться, интересно с ними работать, интересно самому познавать территорию и новые места, если ты куда-то действительно... И зачастую бывало, что ты не знаешь, куда ты поведешь людей. То есть, люди спрашивают, мне надо там какой-то остров, а ты там сам ни разу не был. А тебе орнитологи говорят, а там есть такие редкие виды птиц, мы хотим туда. И вот тебе выпадает шанс их обустроить, разместить, накормить, свозить в эти места, где ты сам ни разу никогда не был. А не помнишь, случайно, куда вы ездили, а что-то за птицы были? Ну, мы ездили с орнитологами вдоль побережья. Наш остров Талан, памятник природы России. И там лаборатория орнитологии имеет свой базовый стационар Института биопроблем Севера. Мы ездили в остров Умара. Это медвежий заказник Адян. Там тоже были гнездовья белоплечего орлана. Там были чайки определенного вида. Там были топорки, тупики, кайры. И еще там масса птиц. Люди, которые в этой теме давно и регулярно приезжают со своими списками птиц. У них ставят галочки. Ага, увидел там дрозда, услышал там какую-нибудь сойку или кого-то там. Они только у нас, да, водятся? Многие виды. Какие-то только у нас. Какие-то перелетные, какие-то там эндемики, какие-то там редкие. Какие-то вот в определенном ареале, но встречаются в других местах, а здесь их можно встретить случайно. Понятно, что есть у нас в институте биопроблем севера специалисты, которых приглашали именно сопровождать эти группы. Там и Игорь Дорогой, и Андреев Александр Владимирович, и вот сейчас продолжатели есть, и сотрудники, которые дальше несут эту, и Кречмара Арсений Васильевича. Ну, много людей, известных у нас в области. Те, кто светит в этом направлении и с кем интересно просто общаться. А уж когда в поле, и когда ты на природе, когда он тебе показывает, рассказывает или ищет какой-то вид птиц, а ты думаешь, где же здесь посмотри, вот там сидит, или там вот на звук буквально вот это поет Дрозд, вот это поет там кто-то. Для тебя это вообще какая-то звукоморзость. Ну, это интересно, конечно. Это другой мир совсем. Ну, если вернемся к туристам. Сравнивая прошлых и сегодняшних? Да, есть ли какая-то разница? Или все те же безумцы едут? Да, в общем-то, да. Едут разные абсолютно. И, конечно же, это не пляжный туризм там где-нибудь в Египте или в Сочи или где-то там на теплых морях. И едут люди, которые в какой-то теме. То есть, либо это рыбаки, которые много где уже были, и им хочется открыть для себя новые реки. Они бывали там на Камчатке, они бывали на Сахалине, они бывали на Урале, там на Кольском полуострове. Они выловили там кучу рыб там в каких-нибудь индийских океанах, а тут вдруг вот решили, что в Магадане они еще не были. И что здесь можно поймать? Есть люди, которые, я уже говорил, что едут за историей. Поклониться там мощам своих дедов и родителей, пройти их тропами, посетить лагеря и рудники, где они были. И конечно, прикоснуться к этой истории это тоже очень интересно. Очень часто это прям пробирает до глубины души, до слез. И ты сам в это все погружаешься. И открываешь для себя новые какие-то истории и новых людей. Ну, я думаю, что люди не меняются. Все равно сюда достаточно сложно доехать. И для людей центрального региона 8 часов в самолете это прям подвиг. Приехав сюда, многие хотят узнать со всех сторон край. Чем живут люди здесь? Почему они здесь живут? Что им здесь нравится? И ты показываешь самые привычные для тебя вещи, и людей приводит это в восторг. То есть нам это привычно и на вкус, и на цвет, и на запах, а они расплываются от счастливой улыбки, и делает для них это открытие, что аура у региона такая темная и суровая. На самом деле здесь просто замечательная природа, очень вкусная еда, качественная, живая, и, главное, люди здесь интересные, активные, подвижные, открытые, и всегда готовые пойти навстречу. Вот ты сказал, что у региона есть определенная аура, люди, которые сюда приезжают, они в принципе имеют представление, но им все равно есть чему удивиться в итоге. Вот из общения с ними какое сложилось впечатление? В целом люди, которые сюда едут, они думают о территории, как, ну, в анекдотах там говорят, что зэки ходят, там медведи золото пинают, или все-таки их представление, оно уже ближе к реальности? Вот этот миф о Колыме, где живут только заключенные, он уже уходит? Или все-таки есть еще люди, которые сюда приезжают, и их приходится переубеждать в этом? Да не, ну, интернет, конечно, внес большую лепту в просвещение населению страны. Уже люди и насмотрелись и блогеров, и кучу отсветов, и программ, и фильмов по популяризации туризма у нас в регионе, поэтому люди уже знают о наших красотах, там тоже озеро Джека Лондона на каждом шагу, и почти в каждом запросе на посещение Магданской области, и как правило, люди уже понимают, что здесь есть, что посмотреть, и есть, что попробовать на вкус. Многие удивляются, ну, то есть, понятно, что все сравнивают там с близлежащими, там, Камчаткой и с Халином, да, и, конечно, Магадан менее известен. Про Магадан, ну, вот эта слава лагерей, золота и сурового климата, она затмила все наши природные красоты. Понятно, что у нас, поскольку никогда не ставилась именно туристическое направление, не ставилась никогда как приоритетная статья развития. То есть, у нас не строилась инфраструктура туристическая. Ну, мы не говорим про там базы энергетиков или базы каких-нибудь геологов для детей, сотрудников, или там про лагеря пионерские, которые строились, или там для базы, для руководства какой-нибудь артели, где в лесу или на речке. Это же не туристическая направленность мышления, понимаешь? Мы можем рассматривать как пример для себя эту инфраструктуру туристическую на Камчатке. Нам еще до этого далеко. То есть, у нас никто об этом никогда не задумывался, а если задумывался, то не рассчитывалось это на большой поток. То есть, не взвешивал ценность и не возводил ценность наших даже того же полуострова Старицкого, никто не возводил и не воспринимал это как ценность, ценный ресурс туристический. Мы сами ходим сейчас по тропам, которые отмаркировали, сами же маркировали, сами же в самые красивые места выбирали направления. Ребята там турклубцы, там РГО, ребята, ну, кто активисты нашего походного движения городского, ребята много ходят, им нравятся эти направления, они сами захотели, чтобы мы большее количество людей и горожан, и приезжих могли эти места увидеть, разметили. И сейчас только это начинается таким ореолом, именно как ценностным восприниматься. а до этого, ну, то есть, это вот ближайшие, то есть, последние там 10 лет, даже меньше, а до этого это все был туризм, такой коммерческий, дикий, спонтанный. на мысе Чирикова было бы очень круто сделать какой-нибудь хостел, гостиницу, места там для ночлега, что ты, если туда дошел и встретить рассвет, ну, хорошо, да, ты можешь в палатке встретить, замечательно, но если бы там был, представишь, какой-нибудь крутой номер с шампанским, там, не знаю, с пойманной камбулой, приготовленной, там, и ты прям на краю вот этих скал и у тебя тут же гнездо Орлана и ты вот на краю мира, ну, это же фантастика, но когда это будет, кто это сможет осилить, кто туда пустит кого-то, или как это все организовать, сколько денег это надо, если задуматься о том, что в портовом городе мы видим, только-только началось обустройство инфраструктуры портовой для туризма, то есть первую линию расчистили, организовали благодаря энтузиастам и идеям там наших друзей и коллег и тех, кто болеет за город, парк-маяк, какие-то начинаются преобразования и движения в сторону там марины, то есть для маломерного флота какое-то инфраструктура, этого же не было, сколько лет городу, а этого не было, то есть у нас все было на производство, на добычу, на какое-то вот именно освоение ресурсов промышленное, о том, что здесь можно отдыхать, о том, что можно восхищаться береговой линией, морем, той же рыбалкой, ну как бы вот именно в туристическом плане никто этого не задумывался о том, что это можно как-то организовать, что должны быть станции обслуживания маломерных судов, заправочные станции, где можно набрать воду, топливо, обслужить, починить, где можно оставить свой катер или лодку на причале, и ее никто не украдет, и ее не разобьет прибоем или там приливом, и в общем, ну то есть какие-то такие сервисные вещи, которые за рубежом уже давным-давно все в порядке вещей, а у нас это вот как какое-то пришествие. Хоть Магадан не так сильно распиарен, как та же самая Камчатка, у него своих преимуществ, свои преимущества есть. Безусловно. Ну, то есть многие многие люди приезжают сюда после Камчатки, естественно, сравнивая, говорят, что здесь не менее круто, а иногда даже и круче, чем на Камчатке, и что сюда нужно ездить, и удивительно, что об этом еще так мало люди знают. Ну, вот как ты думаешь, является ли вот эта дикость, удаленность и неизвестность этого места? Это наше преимущество. Вот этой фишкой, которую мы рискуем потерять в обратном. Если мы начнем действовать на... Если мы начнем работать на привлечение туристов, мы можем потерять эту фишку. Безусловно. Но я думаю, что все в природе уравновешено, и ты не можешь принять больше, чем ты можешь. то есть тебе и испытания даются по твоим возможностям, и награды, соответственно, тоже по твоим заслугам. И людей больше приехать, чем мы можем переварить, никто не приедет, потому что их негде размещать, их некуда вести, и любой запрос там сделайте нам там у нас едет там 15 випов, сделайте нам супер там эксклюзивный тур, а мы не можем этого сделать, потому что у нас нету баз на природе, где в каждом номере санузел отдельный, при этом это должно быть или шале, или отдельный гостевой дом, в котором у тебя в каждой комнате должен быть санузел. Таких условий нету, и не будет в Магадане в ближайшие там годы, я думаю. и у нас нету транспорта для таких групп, у нас нету каких катеров, я имею ввиду доступности нету, то есть да, может быть у частных собственников, у крупных там предпринимателей, олигархов наших такие суда есть, но они же не дают в аренду такие суда. как ты можешь принимать группы не имея возможности их на чем-то отвезти адекватно. понятно, что хочется, чтобы люди знали о нашем регионе не только как о месте, где существовал Севастлак, но я так понимаю, он все равно важная, это все равно важная часть нас, нашего прошлого, то есть мы, я так понимаю, вы ее не исключаете из туров. это часть нашей истории и большая часть, и это основа в общем-то существования области, то есть благодаря этому регион стал известным, он развился и технически, и промышленно, и люди здесь появились именно не скажем благодаря, а вот из-за этого, скажем так. Вот когда люди приезжают, допустим, у них ноль знаний, с чего вы начинаете, как вы им рассказываете всю эту историю, ну то есть как что-то, что произошло, и это, ну факт, либо как какая-то грандиозная там трагедия 20 века. Никогда оценки мы, никакие оценки мы не свои не высказываем и не показываем ни в коем случае, то есть люди приезжают со своим, ну понятно, ореолом, со своими какими-то знаниями, со своим видением, кто-то со своими уже суждениями готовыми. наша цель не настроить его на какое-то восприятие там наших взглядов, потому что мы тоже не эксперты, и мы зачастую там, ну то есть каждый гид или там экскурсовод, он в своей сфере разбирается, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то шире, вот, но навязывать свое видение, ну это не совсем правильно, то есть ты можешь конкретные факты привести, конкретные доводы, конкретные цифры, а уже там оценку действий там политики государства или партии, ну это другая тема, это не наша задача. Все так или иначе об этом слышали, о Магадане, о Колыме, все смотрели фильмы Гайдая и вот эти стереотипы, они с детства и с советского времени не стереотипы, а все вот это вот ореол, то, что люди сюда ездили за длинным рублем, то, что люди ездили и по своей воле, и не по своей, и по сей день эти опасения звучат уже в новом контексте, вот, но от этого никуда не денешься, так устроено наше, но это наша жизнь, как мы от нее можем откреститься или отказаться, это часть нашей жизни, это часть нашей истории, истории нашей территории. Значит, люди приезжают с какой-то своей сформированной концепцией того, чем живет регион, но вот после того, как ваши туры заканчиваются, вы же с ними все равно общаетесь, они говорят о том, что они узнали нового, или как их представление изменилось после всех приключений, или они говорят, ну, я так и думал, что так, так вы и живете. Хочется верить, что люди, которые к нам приезжают, уезжают от нас счастливыми и довольными. Как правило, мы видим, да, и благодарность в отзывах, и обмен потом фотографиями, и потом радостные воспоминания, как оно было, и как оно там все прекрасно, и как у нас здорово, и многие приезжают потом повторно, и у нас очень много повторных, ну, как бы вот то, что самое ценное именно в туристической отрасли, это повторные приезды. А, когда люди возвращаются. Когда люди возвращаются и либо сами, либо отправляют своих друзей, своих там родственников, детей, внуков по своим следам. Вот это самое ценное и самое приятное, потому что едут сначала дети, потом их родители, потом или в обратной цепочке, ну, в общем, это вот приятно, и это говорит само о результате. То есть, безусловно, здесь очень красивая природа, много интересных мест, которые стоит посетить. И разнообразная у нас природа, то есть, у нас много разных ландшафтов, много разных даже вот климатических периодов можно захватить, там, в осенний и весенний период можно захватить и зиму, и лето, и осень в очень короткий период. Летом идет снег иногда. Да, и поэтому люди, умеющиеся радоваться этому, они, конечно, свою порцию получают. Ну, мы сегодня просто говорили о том, что иногда люди хотят за три дня посетить три абсолютно разных места, но это супер нереально. Вот если назвать топ-3 места, которые стоят посетить и которые реально посетить в короткий срок в Магадане, что бы ты мог назвать? Ну, хорошо, вот давай Охотское море, побережье, пусть будет это мыс Чирикова или там пусть это будет бухта там светлая или там березовый ручей вот этот или даже пусть это будет просто выход на катере в море. Ну, то есть вот море наше Охотское, это может быть пеший поход, скажем, куда-нибудь на корону или на трог или даже доехали до Гусаковского перевала и вот это уже вот может быть достаточно для понимания нашего вот этого воздуха горного. Ну, и, конечно же, да, либо это Днепровский, либо Буду-Кучак, это из тех мест, которые близко и доступно более-менее так. Как гид, как человек, который посетил очень много мест, наверное, больше, чем среднестатистический путешественник здесь. Какое самое крутое место в области вот из этих незаезженных, которых мало кто знает, куда стоит двинуть, если ты готов прям куда-то пойти? Далеко увидеть нечто? Я много где не был и куда я хочу. Вот там те места, где сейчас открывается национальный парк, вот прям хочется посетить. Черский? Парк Черский, да, Амулевская, вот это вот, Амулевский кластер, сама река Амулевка, хребет Черского, Оханде, эти озера, Малык, Мамонтай. Там мало кто был, там мало фотографий из тех мест. Опять же, горы больших порогов. Те фотографии, которые я видел у наших магаданских путешественников, прям мечта. Я там не был. Я не могу рекомендовать, что это вот топ. но есть места, которые вот хочется посетить. Да, всем известно озеро Джека Лондона, но само по себе озеро, оно ну не настолько ценно, как та оправа, которая вокруг в виде горных хребтов, в виде там мелких озер вокруг, в виде там притоков, которые впадают или вытекают из этого озера. вот наше охотское побережье, полуостров Старицкого, мы его не ценим, вот он рядышком, но там великолепные закаты и рассветы можно встречать, и это вот в шаговой доступности от города. Та же Хасынская корона, это вообще уникальное место, которое даже не все еще магаданцы видели и знают об этом. Или там пик трог, или там ну даже про те сплавы, про которые я говорю, что сплав там от Клепки до Ольского моста, казалось бы, там 8 часов сплава, там можно столько эмоций получить и так вот насладиться вот этим днем или двумя днями окунуться в дикую природу, не увидеть ни одного человека, встретить медведей, орланов, птиц там и искупаться в реке и наловить рыбы и попариться в бане прямо тут же в этой реке. Ну то есть и все это будет в том топе 5, понимаешь? Или там выехать на озеро Соленое или там на базу микроклимата Мактур или там дальше туда на Ковинскую долину. Ну то есть тут мест любимых много. Тот же остров Недоразумения ну тоже уникальное место. Понимаешь? Или остров Талан или остров Завьялова будущее Мекко туристическое уникальное место. И это тоже может быть в топе 5. То есть какими картинками ты сможешь это все представить. В какую погоду ты сам туда попадешь, какие фотографии сделаешь или какой фильм ты снимешь. А фильм можно снять уникальный. Вопрос из одного слова. Трасса. Ну у меня много историй про трассу, но самая любимая, которая всех поражает и меня в том числе и она связана и с Дальстроем и с нашей судебно-исполнительной исправительной системой и да, и вот те вопросы, которые всех волнуют и которые и в те времена и сейчас актуальны, это вот встречи на трассе. Была история, когда я возил семью, маму с дочкой, они ехали из Магадана в Якутию, и дочь занималась защитой прав осужденных политических и неполитических всяких разных. Молодая девушка 22-24 года и мама в возрасте, понятно, мама там филолог, литератор, преподает в университете. Вот. И мы сначала ездили на экскурсию в Устемчук музей, а на обратном пути всю дорогу девушку я спросил, говорю, зачем тебе это, ты молодая, зачем тебе все эти тюремные сказки, байки, вот эти истории, зачем ты отстаиваешься, почему ты этим занимаешься. И она всю дорогу, вот эти 3-4 часа, что мы ехали, рассказывала, ну, собственно, что там в тюрьме, как люди там политические, неполитические, уголовники, как им там плохо живется, что их там, на чем они спят, чем они едят, какие там правила внутри, как там их унижают, там, пытают, там, оскорбляют или еще что-то. Ну, то есть, в каких системах в разных странах и в том числе, там, у нас, как это все, эту девушку знают во всех правозащитных организациях России. Ее знают в правоохранительных органах. Ну, то есть, она такая уже зарекомендовавшая себя, несмотря на свой юный возраст. И вот мы всю эту дорогу едем, она много-много все это рассказывает, 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 мы втроем в машине едем. И мы проезжаем стекольный, и на обочине уже вечер смеркается, то есть, мы весь день дороги, мы утром были еще в музее, а потом к вечеру уже возвращаемся, где-то примерно 9 часов вечера уже смеркается. Это лето. Июль, и по-моему, или где-то в июле месяц. И на обочине стоит молодой человек, голосует. Ну, я проскакиваю, я же с людьми, я работаю, как бы мы едем, я чужих не беру, просто так. Вот, мы проехали уже метров 500, девушка говорит, слушай, может, возьмем его, чего он там стоит этим? Я говорю, ну, вообще-то, как бы, это ваше решение. Я разворачиваюсь, возвращаюсь, сейчас перед въездом в поселок стоит крест, я подъезжаю к человеку, он крестится на этот крест три раза, благодарит, садится сзади рядом с мамой, дочка впереди у меня сидит. И он сразу сходу рассказывает свою историю. Здравствуйте, спасибо, что вы меня взяли, так неожиданно. Я вот такой-то, я вот тут сижу в зоне на Уптаре, в Строгаче, у меня там срок 10 лет, я 5 уже отсидел, сейчас еду в город, у меня тренировка по теннису, в 11 нужно вернуться обратно в колонию. И вот всю дорогу до города он рассказывает, за что сидел, почему сидел, как у них там жизнь, почему у него там весь, все золотые зубы, там все выбито, кем работает. То есть, понимаешь, вот для меня это вот просто невероятно. На всю дорогу из Устемчуга до Стекольного разговаривали на эту тему, и мысли настолько были вот сконцентрированы, что притянули вот живого свидетеля, который изнутри, изнутри этой системы, потом нам, ну, мне фактически подтвердил слова вот этой девушки и рассказы этой девушки о жизни и о исправительной системе, какая она сейчас, как сейчас там живется, как вот, с чем он сталкивается в этой жизни. И ты представляешь, невероятность какая ситуация. Просто. И мы вот час до города, он нам все вот это рассказывал. Для меня это вообще невероятная история. Но в целом она не испугалась с уголовником ехать? Она потом, когда мы поехали в город, она просилась у мамы, мама, можно я пойду с ним на тренировку? Она оказалась тоже любительницей вот этого пинг-понга, этого тенниса настольного, понимаешь? И она хотела пойти с ним на тренировку. Мама еле-еле ее уговорила, потому что нам рано утром надо было ехать уже в сторону Якутии. И мама, конечно, там вся была испуганная и сидела в уголке, прижавшись. Твой вопрос для нашего следующего гостя. Чего не хватает в нашем городе для жизни, именно для комфортной жизни? Твои пожелания нашим слушателям? Пожелания радоваться жизни той, которой она есть, радоваться погоде нашей, и сегодня солнце, завтра снег, послезавтра дождь. И, собственно, быть открытым миру и наслаждаться тому, что тебе дает твой день. Быть готовым, принимать это с открытым сердцем. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо за то, что позвал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok